ну вот все в принципе нам видно повыше по подойдет ли слова увесистый просто под описание человека потяжелее ну да потяжелее то есть однозначно но может быть кстати говоря даже если так брать соотношение роста и веса может быть андрейцев т.п. покрепче ну посмотрим в общем так начинается бой первый раунд лохи лоу хик от кирилла впереди ноги сразу же смотрит что можно сделать андрейцев понимает что будет боксировать с ним кирилл и тоже наверное какие-то свои выводы сделает потому как проводить поединок с учетом его опять же большого опыта по корпусу пробивает неплохо андрейцев пытался двойку но не залетела нам ну и левой на скачке также не достали хорошо кирилл быстро работает и передней ногой передней рукой достаточно четко пробивает и эти логики по внутренней и джебы но опасности они пока не несут но кирилл в общем то не вкладывается но это первый раунд самое начало разведка вот то что я говорю проход андрейцева достаточно хорошо он переводит пытается сейчас отключить ноги корнилова ну кирилл просто защищается сейчас получилось что одну ногу удалось отключить андрейцев и вот так вот потихонечку немытьем докатанием оказывается он в принципе в неплохом положении однако у корнилов будет пытаться выбираться наверное угрожая кимура самым на самом деле достаточно давно никто уже не делал кимуру снизу но как угроза это существует и как угроза это в принципе заставляет совершать бойцов определенные действия из-за чего собственно говоря и дается тем кто снизу находится выбраться из неприятного положения так вот пытается улучшить положение андрейцев но не отпускает он сейчас кимура обратим внимание ну он именно кирилл именно через кимура я же говорю пытается выйти а вот андрейцев сейчас сумел опять снова верну статус-кво скажем так и работает по корпусу неприятные удары по ребрам в область печени особенно локтем сейчас вкладывает вес всякое неприятное естественное работают на на баллы работает на перспективу скажем так и вот тем не менее сейчас удалось вроде бы кириллу немножко ситуации заменить однако снова пытается запить ногу андрейцев и сам почему-то корневов решили как-то так свалился в гард почти что в гард пытаться сейчас наверное не знаю если не суд чтобы вели по времени корнилова поэтому я так думаю что он выбираться не будет тем временем последние минуты первого раунда пошла такая вязкая позиционная борьба в партере ну андрейцев получается просто скажем так забирает до раунд но особый ущерб он не причинит немножко поработал по корпусу конечно и безусловно заработал какие-то баллы за счет этого контроля за счет вот этих этих вязких действий в принципе может занести себе этот раунд в актив ну а так и ничего активного он там не совершит заканчивается тем временем первый раунд ну корнил достаточно спокойно идет в угол нет ощущения что он сильно устал вот этот момент когда пропустил проход питерский боец и ужасно стил они уходили бойцы ну ну Посмотрим, что будет во втором раунде. Сейчас кажется, что Андрейцев больше устал, даже несмотря на то, что он находился вроде бы в более выгодной позиции. Ну, так дышать тяжеловато. Он больше атаковал, больше делал что-то, и мне кажется, что это вполне естественно, что Синий потратил больше. Смотрим второй раунд. Ну, если Андрейцев подустал, то это, конечно, ему очень большой минус, потому что, конечно, зевать здесь нельзя. Да, так встряхивает руками Константин. Начало второго раунда, такое же, как было и в первом. Обмен одиночными ударами с дистанцией, такая разведка боем. Но только единственное, что я отмечу, что опускают руки Андрейцев, за счет этого, конечно, может какие-то действия совершить Кирилл, на который не успеет среагировать его оппонент. Ну, Корнилов по-прежнему, вот Джебло сейчас пытается опять перевести. И удается снова сделать тейк-даун, но сразу же поднимается в этот раз Корнилов. Нет, удалось закрепиться. Прошлось вернуться снова в стойку бойцам. Сейчас неплохо навстречу ударов справа Андрейцев, однако без особого ущерба. Ну, внутренние лодки пробивает, боец из сильного угла. Такой неспешный поединок, особо ничего не происходит. Сейчас пытался опять лево-боковой до скачки нанести Андрейцев, снова не дошло в цель. Сейчас хорошо очень сбоку левый короткий боковой получился у Корнилова. Так, осадил он, по-моему. По корпусу пытается Андрейцев теперь работать. И вот, как поймал на сайдстепе, на сайдстепе поймал. Ну, добивание уже, в принципе, было, наверное, даже бесписленное, потому что ровно на попытке Андрейцева попасть на скачке левым боковым, таким же левым боковым попал по нему Кирилл. Только точнее и четче. Да, ну, что тут сказать? Неожиданно закончился бой. Да, так все неторопливо, неторопливо, все было. Потом буквально одно точное, четкое попадание. Мы понимаем, что... Ну, мощь в руках у Корнилова серьезная. Поздравляем Кирилла Корнилова. Таким образом, он свою вторую победу в ММА он одерживает. И снова техническим накалом. И мы продолжаем. Второй поединок вечера пройдет также в тяжелой весовой категории. И первым в синий угол приглашается Дмитрий Кривулец.